Информационная программа новости в эфире. С вами в студии Лена Маврина. Здравствуйте. 3 апреля в Зайонском районе дан старт весенним полевым работам. Во второй половине дня первый агрегат «Барс» вышел на подкормку многолетних трав. По сложившейся традиции Зайонского района старт весенним полевым работам дается с благословенной молитвы, которую возглавил имам Мухтасип районов Атихазрат Нуруля. Агрегат «Барс» начал отчет первых минут старта выхода в поле. Снег сошел буквально в считанные дни. Запланированные на конец недели старт полевых работ перенесли на несколько дней раньше. Работа аграриев – это всегда держать руку на пульсе. «Барс» вышел на подкормку многолетних трав. Известковой селитры из расчета 1 центнер на гектар. На подкормке сейчас задействованы два агрегата «Барс». Работа начата в агрофирмах «Восток» и «Зайонский сахар» – там, где стал возможен выход в поле. Начинаем с подкормки многолетних трав. Открытые поля есть, поэтому во всех подразделениях работа организована. Ожидаем хорошего урожая, хорошего года, удачного года. В районе имеется 4 агрегата «Барс» и 24 разбрасывателя «Амазон». По мере созревания почвы все они будут задействованы на внесение минеральных удобрений в посевах многолетних трав и озимых культур. Всего предстоит подкормить озимые культуры на площади почти 17,5 тысяч гектаров и многолетние травы на площади более 4 тысяч гектаров. Елена Маврина, Александр Тимофеев, Максим Майоров. Новости Зайнска. На этой неделе в Зайнском районе прошла приемка сельскохозяйственной техники. На 8 площадках специальная комиссия осматривала готовность тракторов и сельскохозяйственных машин к весеннеполевым работам. 69 тысяч гектаров предстоит обработать аграриям Зайнского района в весеннеполевую компанию. К проведению работ подготовлено 300 тракторов, из них 55 энергонасыщенные. Подготовка техники завершилась, проведен техосмотр. На 8 производственных площадках комиссия под руководством главы района встретилась с механизаторами, где им пожелали успешного проведения весеннеполевых работ, рассказали о мерах материального стимулирования. Главная задача сейчас – своевременно выйти в поле и провести компанию в срок. В течение дня члены комиссии проверили готовность тракторов и сельскохозяйственных машин в подразделениях «Агрофирм Восток», «Зай», «Заинский сахар», «Союз Агро». Техника готова к старту. Трактора, сельскохозяйственные машины отремонтированы. Зарплату вовремя платят, аванс-получка, удобрения завезены. Кстати, у вас в районе самая агрофирма «Заинский сахар» – 119 кг действия вещества на 1 гектар пашни. Это самый высокий показатель. Глава района Розив Каримов лично осмотрел площадки с готовой техникой, склады с семенами и удобрениями. В районе 15 тысяч тонн в физическом весе минеральных удобрений. Все они в таком виде. Значит, все так должно быть. Условия хранения семенного материала и удобрения – залог хорошего урожая. В конце этой недели агрария планирует выход в поле на подкормку. Снега на полях еще много, но благоприятная погода для начала апреля ускорила таяние. При недостатке влаги с прошлого года почва хорошо впитывает талые воды. Несмотря на обилие снега, в целом весна среднестатистическая техника готова. Накоплено 100 кг действующего вещества на 1 гектар посевной площади. Штат механизаторов укомплектован. Осталось дождаться старта. Около 110 кг действующего вещества минеральных удобрений накоплено. После инкрустации, значит, тремя-четырьмя компонентами по культурам ячмень, пшеница уже завезены почти 100%. Техника полностью 100% прошла. На той неделе техосмотр службы гостехнодзора. По комплектованию механизаторскими кадрами у нас все свои ребята есть. Работают. Молодцы. 16 человек добавится студентов из колледжа, которые 4 апреля получат удостоверение. И тем самым мы полностью укомплектуемся, значит, на весенней полевой работе со стороны командированных или кого-то командера, чем мы не привлекать не будем. Готовность техники в Заинском районе получила высокую оценку комиссии. Дисциплина у вас, можно сказать, такими словами, военная. Все агрегаты на месте, резины поменяли, двигатели отремонтировали. Ребята все в хорошем состоянии. И главное есть стимулы. По итогам приемки готовности техники первое место разделили агрофирма «Заинский сахар» и «Союз Агра», второе место агрофирма «Восток», третье место агрофирма «Зай». Елена Маврина, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Новости Заинска. С 1 апреля стартовал прием заявлений в первый класс. Те родители, чьи дети в этом году ходят в подготовительные группы детского сада, уже сейчас должны подать заявление о зачислении в школу. 108 первоклассников ожидается в Заинской школе номер 6. В следующем учебном году из них будет сформировано 4 класса. Школа у нас хоть и большая, она полностью укомплектована и педсоставом. У нас работают квалифицированные педагоги, имеющие квалификацию. А учебники у нас достаточно 100%. Все дети обеспечены. Всего ожидается, что в школы города и района в этом году пойдут около 400 первоклассников. Это дети, которые сейчас посещают детский сад. В среднем первоклассник будет около 450. С 1 апреля начался первый этап приема заявлений от родителей. Он продолжится до 30 июня. При распределении детей учитывается несколько факторов. Пожелание родителей и закрепление по тем местам, в которых дети зарегистрированы и проживают вместе со своими родителями. Также есть установленные законодательства в категории граждан, которые имеют право первоочередного или льготного, так скажем, зачисления в образовательной организации. Подать заявление о зачислении в первый класс можно через портал госуслуги или принести пакет документов в школу. в рамках национального проекта образования. Во второй части были обсуждены вопросы общего образования, подготовки к государственной итоговой аттестации. Участники семинара были ознакомлены с мониторингом образовательных достижений и рассмотрен ряд других вопросов, касающихся образовательной деятельности. Елена Маврина, Юлия Казамарова, Новости Заянска. С 1 апреля стартовала подписная кампания на районные газеты. На второй полгодия. Успейте подписаться на любимые газеты, чтобы быть в курсе новостей города и района. В филиале акционерного общества Татмедиазаинский информ стартовала подписная кампания на второе полугодие. Районы газет «Заев и Клары» и «Новый Зай» по-прежнему ждут своих верных читателей. Мы порадуем вас как уже полюбившимися темами, так и новыми проектами. Газета «Новый Зайн» на протяжении 89 лет пишет историю района, пишет о «Заинцах», о талантливых наших земляках. В этом году мы реализуем несколько новых проектов. Это патриотическая тема «Я люблю Родину». И второе – это «Приверженцам здорового образа жизни» будет близка эта тема. Это «Секреты долголетия». Цены на подписку остались на прежнем уровне. Подписаться можно в редакции газет 550 рублей. Для организации подписка будет стоить 650 рублей. Оформить подписку можно через почту 906 рублей 36 копеек. Для организации 996 рублей 42 копейки. Цены на районные газеты мы постарались оставить на прежнем уровне. Приглашаю всех участвовать в благотворительной подписке. Подписывайте своих родителей, подписывайте своих знакомых, соседей, кто нуждается. Спешите подписаться на любимые газеты, чтобы быть в курсе самых свежих новостей города и района. Елена Маврина, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Новости Заинска. Это было все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Впереди вас ждет прогноз погоды. Ну и прощаюсь с вами. До встречи. По прогнозам синоптиков, 6 апреля в Заинске будет пасмурно. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 3, ночью около 0 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова